В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день февраля с погоды. В Черкесске переменная облачность без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 4-6, а днем 18-20 градусов тепла. В колледже культуры и искусств имени Аслана Даурова знаменательное событие. В торжественной обстановке открылся музей, посвященный человеку, чье имя носит это образовательное учреждение. На мероприятии побывал Артур Мхце. Этот человек на стыке советской и российской эпохи собирал по всей стране огромные зрительные залы, куда приходили ценители музыкальной классики. Он вместе с поэтом Юсупом Сазаруковым является соавтором гимна Карачаева Черкесии. А колледж культуры и искусств Черкесии носит его имя. Композитор, педагог, дирижер Аслан Дауров – человек, заслуживший своими талантом и мастерством всеобщее признание. Его не стало 25 лет назад. Однако память никогда не позволяет людям подобного масштаба исчезнуть бесследно. В колледже, руководителем которого он был последние годы жизни, открыли музей, где теперь будет храниться часть наследия Аслана Даурова. Этот день попросту не имели права пропустить многие из тех, кто знал маэстро лично. Горжусь своим братом Асланом Алиевичем. Тепло вспоминаю, когда много лет назад, осенью 91-го года, его авторский концерт в колонном зале Дома Союзов. Сейчас о колонном зале Дома Союзов мало говорят, но это была лучшая площадка в нашей стране, в Советском Союзе. Для кого-то из нынешнего педагогического коллектива колледжа Аслан Дауров был наставником-другом. Для других теперь являются ориентиром его достижения музыкальные произведения, звучащие по-особенному даже в фойе образовательного учреждения. О том, как можно ближе познакомиться с творчеством заслуженного деятеля искусств России, рассказал министр культуры республики Зураб Агирбов. Мы приняли вот такое решение, чтобы каждый, кто заходит в наш колледж, а я хочу обратить внимание, что вот этот занавес, он будет разделять, когда будут здесь концерты, как сегодня. Сегодня очень много людей, поэтому мы не стали его закрывать. И этот отдельный вход, он будет сюда пускать гостей наших мероприятий. И, получается, гости будут заходить не через те двери, через которые мы с вами сегодня заходили, а прямо отсюда. И первое, что они будут видеть, они будут видеть портрет Аслана Алиевича Даурова и его музея. Понятно, что всё наследие Аслана Даурова не ограничено экспонатами этого музея. На одном из стендов размещен QR-код, по которому можно получить всю собранную в глобальной паутине информацию о творчестве композитора. Как дань уважения к человеку, оставившему музыке и культуре в целом яркий след, цветы к подножию его памятника. Чуть позже для пришедших в колледж ценителей музыки пролистали страницы биографии Аслана Даурова. А затем под сводами почти заполненного зрителями зала стали звучать пронизанные чувствами автора ноты, которые каждому из пришедших хотелось служить как можно дольше. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на черкесском языке. Затем также программы «Черкесская редакция» в 14.30 «Вести» Карачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра.